Так, у меня сейчас часть про Феликса, но я бы оттолкнулся от Маунта. Маунт, и я сейчас попробую объяснить почему. У меня есть некая теория по поводу Маунта. Он перестал выходить в стартовом составе, иногда выходит или всегда выходит со скамейки. И мне кажется, что он, собственно, стал запасным из-за Феликса. Причем для Маунта его родная позиция, еще когда он был в Академии Челси, я в Юношеской Лиге Чемпионов видел его в дерби, видел меньше, но пару игр тоже. Его родная позиция – это десятка. Собственно, для Маунта позицию десятки не выделял ни Тухель, ни Поттер, никто. Появился Феликс, для него выделяют такую позицию. Но это ладно, с точки зрения того справедливого по отношению к Марту Элент не имеет значения. В данном случае это просто такой риторический вопрос. И тут справедливое по отношению к Маунту не с точки зрения преданности клубу, тут даже если убрать все эти сантименты, а с точки зрения качеств, которые он может дать или не может дать в соответствии с Феликсом в этой позиции. И еще один вопрос по поводу Маунта и Феликса. Это может быть риторический вопрос и рассуждение. Если бы был чистый нападающий у Челси, то шансов играть у Маунта было бы больше, чем в структуре, при которой Хаверц играет там. А почему? А потому что Феликс и Хаверц очень похожи по качествам. И ситуативно, и в матче с Баруси это было, тут они вообще играли в первом тайме с двумя нападающими. И в других играх, когда, в предыдущей игре не так много их было, когда Феликс и Хаверц одновременно выходили на поле, они могут меняться местами без потери качества на этих позициях. И на позиции десятки, и на позиции ложной девятки или центрального нападающего, неважно. А с Маунтом такое сложно проделать. Собственно, мне кажется, что именно с этим связано отсутствие Маунта. Потому что про него тут несколько вопросов тоже прилетало в чате. Ну, короче, глобальный вопрос, теория интересная, да. Глобальный вопрос в будущем Мейсона Маунта. Да, в будущем Мейсона Маунта, может быть, будут ли под него как-то снова еще что-то менять, Поттер, будет ли, не знаю, ждать слева в атаке или изменение схемы там на 4-2-2-2, чтобы Маунту было. При том, что когда Маунт, опять же, есть его родная позиция десятка, но даже вне этой позиции он очень круто развился. Он играл и позиции восьмерки, играл на фланге, играл и в тройке атакующих полузащитников, как вторая, когда две десятки было при 3-4-3 и так далее. То есть он очень вариативный. Вот в этом-то и дело, что как-то вступают противоречия два утверждения. Первый, Маунт очень вариативный, и вторая, он перестал играть из-за Феликса. Я думаю, уж точно не только из-за Феликса. Я думаю, что сам Грэм Поттер уж точно не думает об игроках в таких категориях, что вот у нас есть там схема, у нас есть вот на эту позицию два имени, Маунт и Феликс, они между собой конкурируют, пока Феликс лучше себя проявляет в матче в тренировках, он играет. Там даже на замену в этом матче Маунт вышел против Мудрика на немножко... Вместо? Нет, вместо Мудрика, действительно. На другую позицию. Так что мне кажется, что тут вообще необязательно ставить вопрос таким образом, Маунт или Феликс. Я думаю, что, опять же, есть вариант, при котором Маунт там играет попеременно с Феликсом там в связке, как ты говоришь, как играют сейчас Хаверц и Феликс, то есть они ситуативно... Это другое становится десятка. Я думаю, тут скорее дело в индивидуальной форме Маунта, который, конечно же, не помогает общий хаос в клубе. То есть Маунт, он технически, на мой взгляд, все-таки, если мы берем по самому высокому стандарту, не самый одаренный футболист. Но за счет чего он добился такого доверия у Тухеля, до этого у Лэмпорда? Он добился такого доверия за счет того, что он очень хорошо выстраивает связи с партнерами. То есть он хорошо понимает, как нужно открываться и как с кем нужно взаимодействовать. Он очень многое умеет. Та же универсальность, вариативность, о которой ты говоришь. В такой ситуации, как сейчас у Челси, у команды, у которой там больше всех изменений от одного стартового состава к другому вообще на дистанции этого сезона АПЛ, сильные качества Маунта плывут и остается только индивидуальное мастерство. В индивидуальном мастерстве он проигрывает Феликсу, Хаверцу, Мудрику, а компенсировать это тем, чем он компенсировал раньше, он не может. Я вот так скорее вижу проблему Маунта. Тут несколько вопросов про Феликса. Если их вообще, то ты, Джованни Джорджо и Денис Якшин спрашивают о перспективах Феликса в Челси и насколько он может стать ключевым игроком, потому что Денис Якшин говорит, что он просто лучший на поле в этих трех матчах, когда он играл. Да, ключевой момент, когда он играл, потому что мы знаем, что он иногда не играет, потому что удаляется. Ну, если такое не повторится, то я не вижу других причин, почему он не должен стать ключевым. То есть шутки-шутками про оборонительный стиль и про то, как снова Феликс почувствовался в Атлетике, я с этого начинал. Но в остальном у Феликса есть уникальные таланты, таланты, которые, я напомню, до его перехода в Атлетике котировался вполне на уровне Холмда, Бапе. Вернее, тогда, по-моему, Холмд еще не был на слуху. Никто не знал, кто такой Холмд, кроме скаутов Динамо. И Сульшера. Именно. И Сульшера. Ну, Сульшер еще знал, и он звал его Манчестер Юнайтед. Тут тоже известная история. Так вот, на таком уровне котировался Феликс. Я думаю, у него пошло не так кое-что в карьере, но талант никуда не пропал. Конечно, уникальность таланта, стиль, который помогает ему раскрываться. Да, и я тоже думаю, что у него есть все для того, чтобы быть лидером. Вопрос просто, в каком окружении он будет блистать. Пока тут, конечно, все не очень благоприятно.